Твой этот контент Я бы эту музыку нормально встречу Мне как-то эта песня не научит заходить Мне кажется она вообще древняя, нет? Я никогда не слышала, она древняя Реально эту песню не слышала? Мне кажется эта песня древнейшая Всем привет Кто слышит эту песню? Это древняя песня Где мой фэш? Здравствуйте Здравствуйте Привет, Ванечка, как твои дела? Может подключимся? Ой, я соскучилась Как твои дела? Как твои дела, Ванечка? Любовь моя У меня просто страниц такое хорошее Сейчас я схожу У нас, кстати, прямой эфир Я тут не удалила Потому что очень много кто написал Приятные слова Но я думаю, что все равно его нужно удалять Так как там много чего интересного Просмотреть Сейчас, Вань Сейчас, Вань Сейчас, Вань Вань, ну привет Ну и чё Чао-ка-као Как дела? Хорошо Сейчас твои набегут опять будут? Обзываться будут? Как бы я не сидела, как бы я прилично не была одета Не любят меня твои подписчики Блин, зато тебя твои любят Да, это самое главное Рассказывай Ты что-то так засмущалась А? Что я засмущалась? Не знаю, ты такой красивый Теперь я засмущался Ой, мужчин давно не видела Ещё и полуразветок, господи Смотри, сидит откуда он Смотри, смотри Он справит тоже Может, ты не то что Смотри Здрасьте Здрасьте Такой, говорится Вань Здрасьте Вань Ей двадцать Мне двадцать восемь Ты старенький Супер старт Я старт Супер старт Ванька нравится Лиске Ваньке нравится Лиске Или Лиске нравится Ваньке? Ой, не знаю Лиске А, Лис? А Как дела? Да Хорошо Ты где? В Сочи На три ночи? Нет, я уже здесь месяц И как там обстановка? По кайфу? Ну, если сравнивать с Москвой то да А так вообще, конечно Я уже жду, когда откроют границы Вот сейчас знаю, как документы сделать Потому что сказали, что Ну, пока не открывают виза У меня виза месяц назад окончилась А куда ты хочешь? Не расскажу Таиланд? В Европу Не, не в Европу Нашла уже Нашла уже кого-то себе Почему? Нет, мы девочками летим А куда? В Европу Барселону, наверное Я не хочу говорить Меньше знают Лучше спят Да, конечно Потому что там уже начнется сейчас В интернете Что? Кипиш, кипиш Куда это, Лизка, собралась там, да? Потому что они начинают с кипиша Я же обычно Я вот провела один такой эфир Ну, тут, конечно, тема секса Это, конечно, наши подписчики Дом-2 Сразу столько людей Сразу все Это мои пишут Да Вот кривые зубы Точно твои А у меня? Не-не-не У меня Сувениры, кстати, не хочешь себе сделать? Не-не Не хочу Почему? Потому что не хочу Чтобы сделать Тоже два года брекеты носить Потом спиливать Я не хочу Жестко, да? Не, я когда ходила Чтобы мне поставить Я могу поставить Но спилить вообще свои передние зубы Ну, если не ходить с брекетами Ну, прикинь, вообще полностью спиливать Мне все нравится Вот эти, да? Которые? Ага Ну, если нормальные ставить А не вот эти композитные Которые все ставят Как клоунга Ужасно Сверху, которые вот эти? Вот Нет, есть люминеры Есть виниры А есть композитные Многие ставят композитные Композит Это как Сейчас вот пломбы Это раньше были желтые пломбы Это светлая пломба И типа они так ставят ее Да это просто этот Я все хочу, но я не знаю Делать или нет Зачем? У тебя хорошие зубы Нормально? У тебя хорошие зубы Тебе зачем делать вообще? У тебя цвет зубов тоже белый Тоже белый? Ну, я имею в виду У некоторых людей желтый цвет Но это не от того, что они там Не знаю У них Ну, плохо Короче, мне тоже говорят Надо все это отбелить Поняла? И все Это нормально Ну, ладно Да не, зачем тебе У меня все нормально Если что Дела нормальные у меня Ну, мы смотрим твои все истории Да В Америку не собираетесь? А мне думаешь, дадут видео? Всем тратить Почему бы нет Такой хорошая девушка Почему не дать ей звание? Ой! Хорошая девушка Да, ну мне сказали не наоборот Я часа музыку потише сделаю А то, у нас... Лайф будет Что празднуете? Что празднуете? Ну, ничего не праздную Сейчас пойдем Куда-нибудь выйду На пару часиков Потом в режим спать Я в режим вхожу А где Слава? Слава у себя там в Туапсе, но она ко мне должна приехать на выходные. Вот я сейчас готовлю, хочу... Здесь, короче, есть гостиница, как на Бале, в лесу. Вот хочу в нее на пару дней в лесу. Там прикольно прям на улице бани стоять, куда там укунаешься, делать массаж. И такие домики полуоткрытые в лесу, прикольно. Сгинешь посмотреть потом? Да, а ты что-то собираешь, что ли? Нет, я не собираюсь, ну просто посмотрю, что за домики. Потом соберусь как-нибудь. Ну да, вообще там красиво, конечно, в горах смотришь и думаешь... Просто у нас вторая волна, видишь, начинается. Поэтому, кер его знает. Ну, уже началась. Уже началась? Да, вторая волна, поэтому... Apple весь опять закрытый, все. Я вот сижу, жду планшетку себе, заказал классную. Вот такую самую большую, новую. Не могу забрать в конце августа, типа, только аж получится. А что еще рассказать? Ресторан... А ты не собираешься возвращаться? А куда? В Москву я не смогу заехать. А в Таиланд? Я не хочу. Таиланд закрыт пока. Турцию открыли, в Турцию поехали. Вот мои справки меня переживают, она говорит, чтобы я никуда не ехала. Она боится, что будет вторая волна, и меня тоже где-то оставят. Типа еще опасно летать. Ну, тебе-то, видишь, в зоне риска все взрослые люди в основном. У меня знакомые есть, заболел, говорит, страшная. Я думаю, что я сейчас переболела. Мне так плохо было три дня. У меня какая-то простуда была, я прям ночью прям задыхалась, умирала. Я говорю, у меня такого не было. Либо меня напугали все, мы были в караоке, мне сказали, все заболели, футболисты, все, типа, после этого, ну, ноги заболели, короче, кто был, мы были в одном месте. И я думаю, блин. И мне прям три дня была температура такая, 37,5, знаешь, какая-то вот такая являлась. Ну, я надеюсь, что я переболела. Не, не переболела ты. Почему? Слушай, я общалась с парнем, у него такая же температура была, у него показала коронавирус, коронавирус с карой. Ну, а так температура, это же не значит, что у тебя коронавирус. Ну, у него было, я имею в виду, ну, это понятно. Подцепила, что ли, где-то там ходила непонятные люди? Не, я точно не подцепила ничего. Было бы с кем подцепить, с удовольствием. Подцепила бы? Подцепила бы. Уже подцепила бы, Вань. Уже, скажу, честно. Хоть чего-нибудь бы подцепила. Хоть чего-нибудь бы уже подцепила бы. Да. Уже взрослую, уже, конечно, тяжелую. Я не знаю, это плохо или хорошо. Но я думаю, что... Я вот думаю, вот мы одиночки, или мы просто не встретимся сейчас своих людей? Не знаю, я честно думаю, что мне просто комфортно на самом деле в таком состоянии. Да, мне тоже. Дело не в людях, которые там рядом со мной. И дело в том, что мне классно. Ну, я-то раньше, наоборот, всегда была в отношениях. А сейчас я понимаю, что отношения... Это дно. Нет, это не дно. Это работа, все. Да, но это не так, когда я принадлежу сама себе. Я могу побыть одна, когда я хочу. Ты же не скажешь, слушай, ну я там, типа, давай на недельку разъедемся. Просто я каждый раз вспоминаю отношения, и там в этих отношениях ущемление моих прав. То есть я не хочу... Это потому, что они те люди были, но у нас возраст другой был. Если раньше притягивались одни люди, а сейчас другие. Например, я общаюсь со всеми другими людьми. Я даже не представляю, что буду общаться с тем, с кем когда-то общалась. Мы же меняемся с кем когда-то... Отношения заведешь ты именно с такими. Нет. Знаешь, мы стали прям... Не-не, ну у меня раньше, если я как-то и давала шансы, и там... То сейчас у меня прям... Во-первых, я не такого, чтобы я очаровывалась и думала, вау. Ну, там пообщаюсь, понравится. Все, что-то не то сделал, мне сразу. Лизок, может, тебе надо было два, а? Да? Кому? Ты пришел? Ну, не знаю. Вот и тебе вот. Я, кстати, с ним не общаюсь. А-а-а. Понятно. Поэтому... Поэтому не могу тебе ничего рекомендовать по поводу данных вакансий. Там что-то все беременеют, все... Все беременеют. Ёбды, люди вообще... Да, я тебе даже общаться не хочу. Там просто все беременны, все женятся, все беременны. Знаешь, это будет последний шанс. У них подписчики не растут. И они, видимо, думают, что от этого у них подписчики вырастут. Или не станут какой-то... Не, ну ладно там... Ну как ладно? Я молчу. Бедные бабы, блядь. Пацаны там что творят? Бедные бабы. Они же выйдут, они потом сами это все будут воспитывать. И они поедут обратно в себе в Махачкалу или откуда-нибудь. Да. Ну вот на доме твоей уже объясняла это отношение, которые искусственно выращены. Ты накрасилась? Нет. Глаза. Искусственно такие, да? Ну это как сейчас, закрой на полгода и среди нас там. Просто на самом деле мне очень жалко народ. Я вот смотрю, они сейчас выбирают себе таких идеалов, ебанутых людей, бестолковых, тупорылых, которых вообще ничего, не за душой нету. Не этот какого, бред какой-то несут. Эти все на них подписываются, сидят, смотрят. Работать не хотят, все хотят на халяву. Народ, вы вообще куда... Куда пахнете вы вообще? Ну причем да, я смотрела там, например, там взяли двух девочек. Я не буду говорить имена. Одна там как бы, ну я посмотрю на нее как женщина для меня. Она там стиль, там все, да? А другая на голову и на ней, ну той больше, которая вообще там... Страшно. Ну, на которую ты даже, ну, понимаешь, что на что там смотреть? Ну в плане того, что человек неадекватный, и людям такие нравятся, я не знаю, это нормально вообще? Нет, это не нормально, Лиза. Мы с тобой старые стали уже просто. Наверное. Молодежь, она такая. Может, мы не смотрим Дом-2, они же их по-другому видят. Мы там, я вижу только нарезки, потому что подписано на ребят с Дом-2. Какие-то нарезки вижу, где орут, там дерутся, знаешь, могу посмотреть. А люди смотрят, они проникаются, они, наверное, знают. Меня больше даже волнует Хабаровск. Ты видишь, что в Хабаровске происходит? Смотришь? Нет, что в Хабаровске? Ты не знаешь? Я не знаю, что в Хабаровске. Не, серьезно, ты не знаешь? Что в Хабаровске происходит? Мы не знаем. Мы не знаем. Вы что, прикалываетесь? Не знаю. Короче, я вам расскажу сейчас просто вообще такое. Вы шокируете. В Хабаровске уже или 10, или 12 дней подряд выходит почти там больше, ну там полгорода выходит и митингует. В Хабаровске был чувак. Губернатор. Губернатор Приморского края или Хабаровского. Короче, точно не знаю. Смысл в чем? Он, короче, нормально работал, делал хорошие дела, понизил чиновникам зарплату. Короче, понял. Продал яхту, которая там числилась на банке, на этом, как он, на государственном, типа, счете, понял. Ну там приезжали чиновники, все катались. Запрещал летать бизнес-классом, понял. Там поувольнял чиновников. Ну, короче, делал правильную работу. И выросла экономика, короче, ну, в городе дела лучше делали. И последние были поправки по поводу конституции. И он, видимо, там немного, ну, не захотел, так сказать, помогать этому, как он, ну, Володьке. Ну вот, и этот, его сейчас обвиняют в каком-то году, типа, он там убил людей. И сейчас весь Хабаровский край, Владивосток, там, Уфа потихоньку выходит. И сразу приехала Росгвардия, там, кошмар. Там сейчас происходит такое. Вот ты сторис, ну, и посмотри, понажимай по кнопочкам. Да, посмотрю, интересно. Я там видела про живодеров сегодня, считала. А прикинь? И этот какого? А по новостям это нигде не показывается вообще, типа. Я не смотрю телевизор. А ты смотришь телевизор? Нет, я не смотрю, я в интернете смотрю новости. Понимаешь, интересно? Я не смотрю новости, мне зачем? Я девочка, забывай свою голову. Ну, ты должна быть в курсе. Чего? Что происходит в Хабаровске? Ну, что я сделаю, что будет в Хабаровске? Ну, если я вижу у кого-то ссылки, так вот ты говоришь в сторис. Вот как про живодеров я сейчас читала. Ужас. А, вон, видишь, пишут люди. Ваня, спасибо, что хоть чуть-чуть осветил нашу проблему. Я с Хабаровска. Видишь? Поэтому люди вообще не знают. В Питере, кстати, были тоже митинги. В Москве. Ну, в Москве вообще жестко. А там сразу ломают людей. Просто беспредел полный. И, кстати, самый ржак в чем? Все люди выходят и вся толпа говорит Путина в отставку, короче. Путин вор там вообще жестко. Ну, там вообще... Короче, вот такая коммерция. Извините, что мои блогеры, только вот Ваня, мужчина, у меня мало на парня подписаны, что мои девочки такое не выкладывают, я не вижу. Мне негде смотреть. Я подписывала на приятные каналы, на животных, и мне нравится. На животных? Да, я смотрю, да, я смотрю на животных, мне нравится. Я себя успокаиваю, когда смотрю на собачек, на кошечек, на дельфинчиков, на природу. Зачем мне засорять свою голову и чем? Вон, пишут Фургал. А этого Фургала сейчас, прикинь, без следствия скрутили и отвезли в Москву и посадили. Хотят сделать закрытый суд, представляю, чтобы вообще ничего не доказать. Ну, короче, чувак просто начал работать хорошо. И у него... А, кстати, самое главное, почему это сделали. В интернете появилось сообщение между им, Фургалом, и чувака. И там чувак говорит, что у него выше рейтинг уже, чем... Меня эта тема не цепляет, извините, да. Нет, я просто людям хочу рассказать. У него, вот видишь, Фургалов президент. У тебя, блин, столько людей, а ты даже и пробью тебе им рассказывать. Они политики хотят. Заходите к Ване, читайте про политику. Не, я про политику не расскажу, ну, я не пишу про политику, я про путешествия. Меня темы затрагивают, когда там дети, цветочки, собачки. А вот это мне политика, я не... А как подружку зовут? Подружку как зовут? Она тоже, конечно, ей неинтересно. А? Вика. Вика, ну ты что, блин, ну как тебя, может, страна, в которой ты живешь, неинтересно? Вань, ты мужчина, мы не влазим в дела мужские. Не влазим. Смотри, вот мне, допустим, вот если... Мы про растяжки хотели поговорить с девочками. Чисто теоретически, вот ты моя девушка, мне же интересно с тобой обсудить вообще все, все, что угодно в этом мире. В эту тему, конечно, если бы твоя девушка послушать... А что мне обсудить с тобой про цветочки и собачек, и растяжки? Ну, конечно, нет, ты не мой мужчина, вот начнем с этого. Вот, вот поэтому я не... Я сказал, чисто теоретически. Ну, вот своего мужчину, конечно, сидишь и слушаешь, а то, что тебе неинтересно, зачем? Ну, ты рассказывай, я же тебя слушаю, сижу. Смотри, в чем дело? Даже если был бы другой мужчина, тебе бы все равно неинтересно было это. Я бы сделала вид, что мне интересно, но мне неинтересно, да, конечно. Ты слушаешь иногда мужчин, и тебе неинтересна их тема. Когда они приходят с работы, рассказывают, что не произошло, ты все равно слушаешь. Очень жаль, что живешь в стране, в которой тебе неинтересно то, что происходит. В Кабаровске нет, неинтересно, Вань. Так это Россия, понимаешь? И что, мне неинтересно, я не могу ничему помочь. Почему ничем не можешь помочь? А чем? Постой? Своим мнением. Своим мнением? У тебя же должна какая-то быть... У тебя какая-то гражданская позиция должна быть? Вань, ты хватит, да? Я люблю людей, я за мир во всем мире, все. Ну, ты не хотела бы, чтобы люди, допустим, в каких-то селах жили хорошо, и у них не было ни 19 тысяч рублей зарплаты, там, или пенсия у бабушки? Я знаю, я даже с тобой поговорила бы. Каждый выбирает свою жизнь, ты сам говорил себе, кто хочет жить в селе. Ну, смотри, есть старое, ну, допустим, взрослое поколение, которое там, ну, получает пенсию в 6 тысяч рублей. Это же ненормально, правильно? Нет, таких давно уже нет. Ну, а есть Газпром, который просто там ресурсы страны просто использует на другие нужды. Все, ты как раз это раскудахтались все, мне это неинтересно. Если вы, женщина, сидите, делаете вид, что вам это интересно, смотрите новостями, это ваше дело. Это, смотри, Лиз, тут не дело в том, что интересно. Тебя вообще что-нибудь интересует Россия, если ты из Украины, можно узнать. Давай про Украину рассказывай тогда. Давай, давай, а у меня, у меня вообще-то вид на жительство есть в России. И что? Ты же не обсуждаешь, что в Украине? Так я обсуждаю в Украине. В том-то и дело, что когда Зеленский пришел к власти, сейчас немножко стало получше. Закончилась война, начали строиться дороги, нету каких-то негативов. Ну, как-то начинает после краха, как-то хотя бы страна немножко начинает подниматься с колен. Вот ты с прямой эфир вами пишешь. Поговори с ней про шпект. Вань. А. Поэтому мы не вместе. Ты любишь надавить, понимаешь? Так я не давлю, я с тобой разговариваю. Ты всегда надавливаешь. Да блин, никогда в жизни, Лизок. Я ж не ес, если ты давил. Ну, нам нужно побыстрее рассказать, что-то еще рассказать. Наоборот, что-то позитивное людям. И так говна хватает после этой пандемии. Готовиться ко второй пандемии, хочется кого-то, наоборот, более что-то приятное. А что я сказал плохого, скажи мне, пожалуйста. Ну, ничего, ты рассказал это, я же говорю, просто очень долго. Ну, давай я отключусь. Я думал, мы поговорим с тобой, обсудим что-то интересное. Новости какие-то. Ну, давай, другое что-нибудь можно? Давай. Расскажи где-то еще сейчас. Что там интересного такое про животных ты узнала в последнее время? Про цветы? Допустим. Сейчас я сегодня читала про живодера, которого они хотят тоже сажать. Представляешь, они со своей женой, у этой жены ребенок маленький, они специально звонили по объявлениям, забирали котят, и прямо при ребенке убивали этих котят. И этого чувака написали 13 заявление, его не посадили. Вот тебе и наше правительство. Ну, вот тебе и гражданская твоя позиция. О чем я и говорю? Что в стране полностью несправедливость происходит. Так это всегда было, есть и будет. Ну, мы же молодежь, мы тоже стараться, нужно что-то менять. Хотя бы там, я не знаю. Вань, ты сейчас серьезно? Я понимаю, конечно. Вань. Я молчу. Вань, ты пошел бы даже голосовать? Ну, я пока не могу голосовать. Ну, ты голосовал? Не могу я голосовать. У меня видно же, я не гражданин. Ты голосовал, Вань. Что ты тут сидишь, рассказываешь. Я ни разу же не ходила и не голосовала. Ну, я ходил в Таиланде, я специально ездил, я ехал два с половиной часа до посольств, на машине, по скоростной трассе, чтобы проголосовать, отдать свою гражданскую позицию. Понимаешь, в чем делать? Какой ты настоящий мужчина. Ну, ты за мной не пропадешь, я своих в обиду никогда не даю. У меня, кстати, я тебе не договорил, из-за того, что выкладывал вот эти новости, у меня даже немного страница в банк попала. Ну, видимо. Да? Из-за этого? Да. Сейчас, подожди, я музыку потише сделала, а то я тебе прикрюю. Конечно, конечно, друзья мои, хочется власти адекватной, хочется жить. Я, на самом деле, пожил немножко в Америке, посмотрел, как тут люди живут. Несмотря на то, что тут все говорят, что все время крах экономики, государство, говорят, печатает этот доллар, и людям помогает. Безработные в неделю, я вам сейчас расскажу, люди до 8 тысяч долларов безработные получают. Вот, допустим, кризис начался, я работодатель, я не могу вас одержать, я уволил, вы становитесь на биржу, получаете помощь от государства. Представляете, 1200 долларов ежемесячно, и по безработице еще получают. Да, я читала, я читала, я читала передачу, парень говорил, что у него даже выходит больше, чем была его зарплата. Вот, прикинь. Значит, 5000 долларов, он говорит, ну, типа, в России, что бы я делала в России. Да, понимаешь, в чем дело. Ну, слушай, ну, глядя по Сочи, честно сказать, извини, что перебила, все говорили, что у них нет денег, что, да, столько людей отдыхают. Как ресторан открыли, сразу все ходят по ресторанам. Мы видим очень маленький процент людей, понимаешь, в чем дело? Основное, сколько вот миллионов, 65 миллионов в России живет. И сколько там, ну, миллион людей ты увидела, которые отдыхают, ну, разве это нормально? Ну, я к тому, что, как раз таки, народ, который вот жаловался, у которых нет денег, главное, люди, которые, ну, что-то есть. А все равно приехали все сюда. Ну, нет, ну, все туда явно не могли приехать, понимаешь? Много, очень, Ваня, очень много людей. Очень много. Ну, смотри, ну, сколько, один раз в год люди за один раз в год отдохнули на неделю, и то, знаешь... Один раз в год, но мы говорим про то, что сейчас происходило, что люди не работали три месяца или два месяца. И писали, помню, что у них денег не осталось ни на покушь, ничего, все прям очень жаловались активно. И в итоге все равно, как только открыли ресторан, я говорю, вот только откроют ресторан, и будет все забито, все забито. Здесь, чтобы заказать стол забронировать, за две недели нужно его бронировать. За две недели. Лизок, смотри, вот ты представь, вся Россия, и вы едете в маленький, в маленькая Сочи, понимаешь? Ну да, Сочи и Крым сейчас съездят. Ну, а сам я тебе расскажу, здесь пенсионеры, если сравнивать экономики, да, то есть люди покупают себе огромнейшие дома на колесах и путешествуют по всему миру. Вот ты сама знаешь, что американцы, европейские пенсионеры, они путешествуют. А, блин, наши в Сочи хотя бы бабулик увидела кого-нибудь? Нет, у нас вообще по-другому живут, кстати, да. Вот это, ну, сейчас более европейзированно у нас стало, все равно стали летать. Когда прилетаешь там в Таиланд, увидел, да, но уже летают. Ну, и сейчас и по-другому выглядят. Вон, люди пишут, в Сочи ломают цены. Я смотрел, вот даже блогеры говорят, что дешевле, ну, я просто уже не знаю, сколько сейчас в России стоит там посидеть, дешевле в Испанию летать, чем в Сочи ездить с Крымом. Ну, в Сочи цены как в Москве. А за что? Сервиса там никакого нет, понимаешь? Не, ну, есть хорошие места ресторанов, но менталитетика все равно. Конечно, не, знаешь, не изменится, не изменится. Деньги платишь, деньги платишь, с тобой еще разговаривают, там, хамски, грубо. Как будто тебе что-то должны, правильно? Ну, да, здесь такой менталитет. Причем мне говорят, кто живет в Сочи, что это не сочинцы, а те, кто переехали сюда жить. Типа, что мы в Сочи живем, поэтому так. Я с тобой согласна, денег таких вообще не стоит, понимаешь? Вообще не стоит этих денег, что ли? Ну, соотношение цены и качества. Нет, нет, вообще не стоит. Конечно, границы открывают, люди, езжайте в Турцию, куда, я не знаю, куда-нибудь. У меня сейчас подружка хотела приехать с двумя детьми, с мамой. Она говорит, 400 тысяч просто там, пансионат на 10 дней. Ну, им же надо, чтобы... Это в Сочи, да? Да, да, да. И это не пятизвездочный отель, что ты понимаешь, да? Она говорит, Лис, это вообще, типа, что? Многие потратили столько денег, уезжают. На два дня сюда приехать, ну, сам понимаешь, снить обстановку. Вот смотри, Лизов, вот сколько людям нужно копить денег, чтобы заплатить 400 тысяч за отдых? Ну, для... Ну, это сколько кто зарабатывает? Вот что ты делал. Средняя зарплата в России 65 тысяч рублей. За среднюю зарплату. При этом тебе надо покупать там то, все и все. Понимаешь, в чем дело? Вот как 400 тысяч заработать? У тебя дети? У меня нет. Дети? Нет. Я говорю, у кого 7 лет дети. Нет, у тебя там дети включали, нет? Какие дети? Мне показалось, что... Вау, блин, как круто, вау. Тут еще лагунка есть, сейчас тебе покажу. Я оставала среднюю, что это будет 26, мне там 50 тысяч, 26 тысяч 100 в сутки. Сейчас, по-моему, 32. Ой, вау. Нет, я в хаяте. А вон там дети, вон, кричат, смотри, купаются. Это очень. Так, я не понял, а что у нас, барбекю-зона открыта, да? Это барбекю там жарят, смотри. Да, в ходу. А нет, это работяги. Вот пишут люди. Как здесь круто. А там же тоже очень дорого в Америке. Ты тоже не говоришь, сколько это стоит. Там, чтобы снять жилье, ты уже надо бабла на нормальной мете. Ты забыл это рассказать, что там цены дороже. Ну, и что ты лжешь? Там цены дороже. Там даже если поехать купить даже вещи там дороже, брендовые вещи там дороже, потому что там тоже процент платишь. И все там дороже. На лоб. Да, и что ты рассказываешь? Вот скажи, сколько ты хату снимаешь? Это не важно. Это не важно? Нет, это скажи. Нет, подожди. Я тебе скажу, что... За 20 тысяч рублей есть хаты. Они будут не очень маленькие, но за 20-ку. А да, хорошее. Мы немножко о другом говорим. Здесь люди зарабатывают там десятку в месяц, 10-10 долларов. Поэтому тут как бы и расход больше. Но 10 тысяч долларов платят сколько они за свой дом или за квартиру? Ну, примерно. Потому что они берут кредит, потому что они берут дома себе. Потому что у всех же дома, машины, дома. Лизов, смотри, для нас слово кредит это очень сильно режет по уху. А для них кредиты это как бы твои деньги. Они пользуются как своими деньгами. В том-то и дело. И у них эти кредиты... Процессная ставка у них другая. Да, они все же, по-моему, они умирают. Да. Они закрывают кредитами свои потребности. То есть они все живут, все спокойно. Они ни в чем не отказывают себе. Они живут. Все, что им достаток надо. Они ездят здесь все на новых, абсолютно новых машинах. Тут нет такого, что ты там старек какой-то там встретишь. Все ездят на хороших машинах. Все хорошие одежды. Все покупают реально бренды. Тут, блядь, я тебе так скажу. Ну, заходишь в магазин, там, Армании, Дольща Габана, 50% скидка. Ну, ты представляешь? Скидки вообще на каждом шагу. В Нью-Йорк вообще еще дешевле. В Майами, конечно, немножко дороже вещь. В Нью-Йорке... Немножко это сколько? А, тоже не любишь говорить цены? Что вы любите? Не знали, что сколько стоит. Но там дорого. Слава оставалась. Они квартиру, по-моему, сняли маленькие. Она мне когда сказала ценник, говорю, там на сколько-то дней. А то есть у них такое общее. Понятное дело. Зачем народ злить? Ну, ты рассказываешь, но ты бы сказал, что там все-таки дороже все. Ну, так и ты больше зарабатываешь. Правильно? А в чем дело? Значит, все одинаково? Нет, смотри. Уровень жизни выше, потому что зарплаты больше. А в России, к сожалению, уровень жизни слабее. Хотя при тех ресурсах, которые есть, Россия должна быть, или клянусь, Россия должна быть номер один страна в мире. Почему-то, когда сейчас случилась-то беда, и президент говорил на американской, что у них нет денег. У кого? В Америке, что нет денег. Как нет денег, если они напечатали? Им, они напечатали, раздали деньги. Все живут, вон не работают, кайфуют. Лучше накрасилась я так. Сегодня. На свиданку собралась? Какую свиданку, Господи? Было бы с кем ходить на свиданку. Я не хожу на свиданки, я тебя моля. Пару сходила, это лишняя трата времени своего. Уже не хочется. Уже не те годы, понимаешь? Люди вон ходят на свиданки, рассказывают мне. Я сижу и думаю, на свиданку сидеть, разговаривать. О чем? Себе рассказывать. Уже не хочется. Но нет такого, чтобы кто-то понравился. Поэтому. Типа сидеть и говорить, вау. Надо просто тусовка хорошая, Алисе, тебе. Ну какая тусовка уже хорошая? Я жду, когда откроют границу, увидеть со своими друзьями. Ну знаешь, уже вот как реально старческий отдых. Со своей семьей побыть, с друзьями близкими встретиться. Вот так хочется. Скучаешь там по друзьям. Есть твои уже родственные души. Ну и что мне нравится. Ну видишь, для кого-то, для кого что? Кому-то хочется в семью, кому-то хочется погулять, кому-то хочется за границу. Ну да, про маму, она любит. Викуся поедет с тобой, нет? Куда с тобой? С тобой. Куда со мной? Где ты Викусю вообще взяла? Викуся. Викуся. Шла по набережной встретим. Он говорит, Вика, ты такая красивая. Пойдем со мной. Смотри мне. Будь осторожна там. А что? Ты уже с девочками, да? Уже живу с девочками, Вань. Вика. И Вика сразу такая. Пришла. Вика. Что там? Вика. Вика, а ты чем занимаешься? Расскажи, пожалуйста. Научилась. Научилась. Учишься? На курсе, да. А какая специальность? Инвестиком. Инвестиком? Лингвистик. Переводчик. А, лингвистика? Ты с английским нормально? Да. Ты эти, как вот, берешь учеников на поруке? Ты эти берешь? А, жалко. Хотел, чтобы она тебя получила. Да, я практикую английский. Чем больше я на английском говорю, тем больше я учу. У тебя хороший уровень? А? У тебя хороший уровень? Какой хороший? Ну так. Такой. So, so. Какие языки учишь? Такие. Английский, а ты? А ты такой же. Да, у Вики брови шикарные. Покажи брови свою, дядь. Шикарные брови. Она очень красивая. Очень красивая. Чего ты не накрасилась? Честно. Вик. Вик, заведу тебя. Ну тебе тоже расчесать их и нормально будет. И чего? Ну, поднимутся. Поднимутся? Таких шикарные. А, нет. Ну, тоже, да, шикарные? Расческий. Ты уже не ходишь, не загораешь, да? Ты что-то светленький стал. А? Бледный, да? Да, что-то бледный стал. Честно. Солнце каждый день, когда мне особо не хочется загорать. Да, мне то же самое. Скажи что-нибудь на английском, Лиз, скажи что-нибудь на английском. Я? Да. Hello. How are you? Знаешь, чем в детстве научилась сестра? Дом, кэт. Ну, водичку принести там, что... Ой, я ж вас отремазанула. Лизок, что-то, по-моему, уже этот... Где твоё лицо становится... Я светлой тоналкой намазалась, теперь я пытаюсь немножко себя сделать мулаткой. Мулаткой? Я хотела накраситься в прямом эфире, мне сказали, что я давно не крашусь, видишь, ты ко мне пришёл. Нет, да, там зеркальца не очень. Вань. Да. Так, короче, ты не возвращаешься. Слушай, ну а когда возвращаться? Куда? Сидеть с вами в Сачаху? Не-не-не-не-не-не, а что ты думаешь, если куда-то ехать в Европу, а вдруг закроют? Ты что, в Европе живёшь? Ну и что, будешь в Европе сидеть, а что? Это ж лучше, чем в Москве сидеть. Не, ну я думаю, Европу не закроют. Не закроют? Нет, ну Европа, ну по крайней мере у тебя будет время вылететь, чтобы... Они же делают экстренные рейсы, то есть ты в любом случае сможешь улететь. И, кстати, я тебе могу сказать, что гражданам России кто застрял, по-моему, насколько я знаю, 2000 рублей в день дают. Ну, не факт, что отдают, но, по крайней мере, об этом сказали. Ну, как обычно. Они сказали, обещали, но не знаю, что... Короче, на двушку ты сильно проживёшь? В день. Да, ещё смотришь, где останешься, знаешь, там в ценнике. Вот если закроют, да, где жить на двушку. Бьётся на хвост кому-то упасть. Там уже возвращает истык. Да кому? Да кому, Вань, кому? Было бы кому, да. Ой, Лиза, Лиза. Там, как на Доме-2, уже найдёшь свою любовь. Пристроишь свою морковь, да? Скажи, пожалуйста. С кем ты поддерживаешь отношения с бывшими? С кем? Да. Что, с кем поддерживаю отношения? Да. А? Из нашей банды весёлой. Ты имеешь в виду с девчонок? Я не поняла, с кем. Я не услышала. У меня батарея весёлая. А? С Мэри, с Мэри своей подружкой общаешься? Нет, мы уже давно не общаемся, уже год. Разошлись ваши пути, да? Да. Да. Ну, почти год, полгода. Да, да. Не помню. Ну, да. Прикинь, полгода уже прошло. Да, и все-все. И все только спрашивают, раньше про Лёшу, а про Мэри. Общаются, не общаются. Ты тоже не общаешься, например, за Харишом, там, с Лёшей или чё. А, честно говоря, ну, когда, ну, чуть-чуть старше становишься, но к 30-ти годам вообще мне, как дед сказал когда-то, говорит, посмотри, что у тебя с друзей рядом осталось. Так и получится. Никого. Так и получится. Барь, так и получилось. У меня-то что-то друзей было слишком много, ты знаешь. И все были друзья. Потом понимаешь, что, ну, как бы, да. Ну, даже не типа, но все равно же. Все равно друзья остались те, которые были, с кем ты дружил 10 лет назад, 15 лет назад. Вот как-то детские друзья. Но ты дружишь с ними еще с этими друзьями? Да, да. Я всегда вижу, что мы куда-то прилетаем, либо листим куда-то вместе даже отдыхать. Ну, не, это, знаешь, для меня... Это знаешь, ну, как-то вот детское, вот, даже несмотря на то, что у нас там, что бы в жизни не изменилось, да, кто кем там стал, все равно. У вас вот есть ли это какая-то любовь? Не знаю, тоже какая-то любовь, такая больше, наверное, как семья для тебя эти люди. Знаешь, самое отвратительное и ужасное этой жизни, что у нас, допустим, вот жизнь раскидывает куда-то вообще по разным поясам, понимаешь? И очень, блин, я бы с удовольствием, конечно, жил в том месте, там, где бы у меня друзья, где мне все комфортно. Но именно место, то, где ты там живешь, иногда не такое классное, как бы тебе. Хотелось. Правильно? Я с тобой согласна полностью, даже... Да-да-да, я с тобой согласна. Я просто уже с тобой разговариваю, я бы хотела вообще прямомфиль накраситься с девочками. Ну давай, я отключаюсь, ладно. Да я уже накрасилась, ты отключаешься, я уже не расскажу, что эта помада такая уже, напишу, неделю накрашу в следующий раз. Ты в Таиланд, как ты думаешь, до это? Слушай, я не знаю, честно, не могу. Попадешь? У меня есть там всякие связи, выходы, входы, да, но в ближайшее время, с сентября, по-моему, откроют, и можно залететь те, возможно, кто там хотел бы лечиться именно, ну просто там лечение какое-то проходить. Ну там справки надо, там немножечко залить. Понятно, понятно, да. Может быть, тогда я это залечу, короче. А так, вот скоро сейчас какие-то... На канадскую визу подал, кстати. В Нью-Йорк надо будет ехать. Вот как ты лежишь на диване и везде путешествуешь? Ты курс свой уже продал, провел его? Да, на самом деле я перестал им заниматься, потому что очень, честно, я стараюсь избавиться от бестолковых людей, которые меня окружают. И очень много людей пишут, ну, бестолковые, которые им хоть не продавай курс, мы для этого... Они, во-первых, знаешь, человек, когда не умеет зарабатывать, он не понимает, что нужно тратить деньги, и они теперь вернутся. То есть для людей потратить какие-то деньги, чтобы получить знания, они не готовы за это делать. Я это знаю. И, знаешь, люди думают, что они что-то заплатят, они раз придут на курс, и ничего не надо делать, и у них все получится. Да, да. Кто не хочет работать, кто не хочет заниматься. А Ваня, как ты относишься к женщинам? Например, если бы девушка была бы в комментариях, писала бы, типа, вот эта девушка берет в рот, или она проститутка. Как ты считаешь, что вообще женщина так вообще может выражаться? Девушка? Слушай, моя... Ну, это категория таких людей, я считаю, это ебнутых. Ну, вы не эти ребят, кто вот сейчас меня смотрит. Ну, это не женское. Вы себя как женщина, вы себя унижаете, на меня к этому не пишите гадости. Просто себя унижаете. Потому что вы проводите очень много времени на тех, тратите на тех людей, которых не нужна ваша энергетика, им вообще плевать на вас. А вы тратите энергетику, сидите, потом жалуетесь, а у меня нет денег, а у меня не хватает на то. Вы вот эту энергетику, которую вы тратите на гадости, вы потратите на себя, на что-то, саморазвитие на какое-то, на заработок денег, поищите какой-то новый вариант. Понимаешь? Да? Да. Девушки некоторые, да, писали, вот, например, типа, ну, у меня нет денег купить курс, даже на недорогой курс, да, они не могут купить, потому что лучше пойти пивасик попить с подружкой. Ну, понимаешь, да? Не хотят вкладывать в обучение. Я поэтому, честно говоря, я создал, я отправил всем своим бесплатным, бесплатно своим друзьям, кому я посчитал, чтобы, кого я бы хотел, чтобы у них какое-то развитие пошло. Ну, и знаешь, вот... Я показываю, как, если что, я крашу помадой там и так. Эконом вариант, чтобы сэкономить, Вань, видишь? Экономить? Я тоже могу на помаде. Вань, я экономная женщина, мне нужна все лишь помада и под воду. Единственное, что можешь сэкономить, да? Да. Вань, блин, ну классно, я тоже хочу путешествовать. Вот классно, попутешествовали бы вместе. Вместе? Да. Вместе ты путешествовать едешь в Европу уже, я понял. Нет, я еду с девочками. С девочками? Да, я тоже знаю английский, блин. Вот мне будет веселее всех. Не знаю. Я, сколько мы там вылетали, кто-то знакомится там, девчонки с иностранцами, я же ничего не знаю, а я поэтому русских люблю. Я просто говорю, я люблю русских. Я в России. Я from Russia. Я from Russia, и только русские. Только русские. Раз, по-другому. Мне нравится все равно наш менталитет, мне нравятся наши мужчины, и они... Я, на самом деле, с тобой полностью согласен, потому что вот сколько я здесь общался с разными девчонками, и у них-то разный немножко менталитет. Они считают, кстати, нас вообще сумасшедшими пацанами. Ну, девушки. Почему? Не знаю. Короче, все равно... Ну, тут еще немножко такое. Американцы все равно больше с американцами. Я, на самом деле, этому придерживаюсь. Я считаю тоже, что русские с русским, там, кавказские с Кавказ. То есть, ну, я считаю... У нас многие девочки, кстати, сейчас встречаются с кавказскими мужчинами. И, ну... Радости от этого они не испытывают особо, да? Ну, ты знаешь, конечно, многие уже такие есть ребята, которые, ну, современные, но все равно, и все равно, как они говорят, мне нормально, но я приняла мусульманскую веру. Ну, не знаю. Ну, я считаю, что это уже... Нет, к каждому свое. Но я, например, понимаю, что я не буду встречаться с мусульманином. Ну... Ну, к каждому свое. Я не сказала, и ты сейчас, как ты сказала, как ты сказала сейчас, я начала встречаться с мусульманином. Такая... Не, я никогда не буду встречаться с мусульманином. Мне кажется, я могу как раз таки. Ты такая, да, ты можешь. Варь, ты хочешь семью и детей? Да, но я ближе к сорока годам хочу. Я хочу наслаждаться собой, своим свободным временем. Поэтому ближе к сорока я вот готов буду к семье. Я не спешу. Я хочу полностью еще реализоваться, попутешествовать, погулять. Поэтому... Я понимаю, что у меня уже пол угрожать будет, мне кажется, тяжеловато в сорок. Я думаю, в тридцать пять, тридцать семь. Тебе? Ну да. Ну нормально. Ну еще все, Лизка, будешь потом нормально нянчиться, заниматься, нагуляешься. Не, мне уже это все... Иногда порой я думаю, что, конечно... Нет, классно найти такого, как вот ты путешествуешь. Не все так мужчины могут, понимаешь? А я хочу тоже путешествовать. И вот в этот момент я начинаю думать, ага, вот сейчас у меня есть возможность путешествовать, пока я одна, да, езжу? А потом я буду в отношениях. Если он не сможет выезжать, ну, он же не выпьет, я постоянно пускаю там с сестрой отдыхать. Постоянно как? Ну, хотя я так часто и не путешествую, там, раз сколько в год? Ну, раз пять-шесть. А вот если бы ты был моим парнем, мы могли до сорока лет путешествовать. Прикинь, как классно, да? Вот так вот на одной волне, конечно. А потом бы купили трейлер, и наши детей возили бы с нами. Ну, почему? Это на самом деле не так уж и плохо. Кому-то смешно, кто-то это не понимает. Это нужно понять просто. Это тоже такая своя, отчасти своя культура. Да, я встречаю людей, которые мужчины, они говорят, что, ну, как бы... Ну, жена должна, ну, типа, ну, дома быть в России. Куда, типа, изменять, красиво еще, куда ты там поедешь. Ну, мужчины же боятся. Вот. Ну, понятное дело. Потому что ты опасная. Тебя не знаешь. А ты опасная. Да, я не опасная. Я очень, насколько вообще спокойная. Я говорю, я вспоминаю свою жизнь до, и я это была вообще... Такое, знаешь, детство у меня было в жопы играла. Горячая, горячая. Ну, поэтому, короче, ладно. Я не знаю, даже надо насчет отношений говорить. Мужчин хороших много, ничего не скажешь. Конечно, большинство из них просто занятых, которые хорошие. Все-таки у меня был 31. Кто мне нравится, ну, постарше уже. Я хочу мужчину постарше себе. Ну, либо молодого, как ты, путешественника. Мы бы делали другую фотки, видео. Голые, голые видео тебе делали. Да нет, голые видео зачем-то, чё. Я подписчиков. Помнишь, как ты их душила сисюлями своими? Ой, душила. Это у меня после развода был такой период, знаешь, я тоже посмотрела там на фотки, что да, мне подогрели челюстчур. Я не видела этого. Это знаешь, как... Ну, кое-кто меня во время отношений дрочил, типа, что унижал. И ты когда... Многие женщины такое есть, что после развода у них хотелось, видимо, доказать, что я вот такая. Почему ты так говорил? Типа, знаешь, я сейчас смотрю на фотки, я же пленю поудаляла. Думаю, там есть пара, нравится. Ну, думаю, ну да, перебор был. Что-то много секса. Секса не было, а секса много. Как раз у кого нет секса, они уговорят. Он туда попер, да, весь секс попер туда. Пишут, вот, женись на Лизе, будет о чём поговорить. Он жёсткий для меня, Ваня. Он настоящий мужчина, но он для меня жёстковат. Да, тиран. Я тиран, да, сумасшедший. Ну, ты не тиран сумасшедший. Ну, просто есть только твоё мнение, и всё. Тебя не переубедить вообще. Ты чё? Ну да, это на самом деле... А у меня, вот, да, да, у меня, например, своё мнение. И вот ты на самом деле... И тебя тоже не переубедить. Нет, я могу с чем-то согласиться, если я что-то знаю, что я... Если я чего-то не знаю, я не буду даже спорить. Ну, например, если мне что-то не нравится, я могу сказать, что мне не нравится. Видишь, а ты говоришь? Тогда в нас не мешай. Ну, видишь, мне такая, надо спокойно. На самом деле, очень сложно. Я вот с такой... Мне нужна такая, но я с такой не буду. Вот в том-то и дело. Ну, видишь, надо за волосы по лестнице потаскать. Меня никогда мужчины не таскали за волосы по лестнице. Это, мне кажется, говорят, женщины, которых таскают, они к себе это притягивают. Да? Да. Ну, фиг его знает. Ты, кстати, что, спортом занимаешься? Как ты поддерживаешь себя в форме в такой? Кушаешь всё время? Знаешь, я сейчас... Я, кстати, меня все встречают, я похудела. И на фотках, типа, я как-то крупнее кажусь. Я последнюю сториз видел, мне казалось, наоборот, ты такая стала... Не-не, я очень, наоборот, худенькая. У меня такие ноги худые стали. Да. Я на некоторых, видишь, фотках видео худая, на некоторых. Похудела, похудела. Все говорят, похудела. Грудь худеет сразу. Так, а куда тебе ее худеть, что же сделано? Она все равно худеет. Ты что, у меня сделано было 3,5, а сейчас у меня пятый размер, я поправилась. Не казалось, у меня же жир там. Ну, ладно, да? Я же, почему грудь делала? У меня же из-за того, что я сильно, учитель, похудела. Мы же, когда познакомили, помнишь, у меня были большие сиськи, на проекте жила уже не были такие большие. Потому что я сидела на диетах, и когда мы познакомились, я сидела на тайских таблетках, которые, правда, еще... Ну, худела тогда, постоянно вес гоняла. И когда пришла на проекте, понимаешь, вообще грудь такая уже была. Слушай, а имплант не болтается сейчас, вот, допустим, в сисюле, вот так вот не болтается он? Ну, нет, его даже не чувствуешь. Он, наверное, мне кажется, где-то даже больше здесь. Заплыл, да? Нет, он под мышцой, вот здесь. Так, поэтому не трогаешь грудь, вообще непонятно, она вот мягкая, вообще, видишь, как сухая, ничего. У меня же маленький имплант, у меня всего размер. Увеличивали. Одну грудь уменьшали. В принципе, я приходила с третьей, третий размер был. Вот, и жир уже, знаешь, не заполнялся. А, какой жир? Ну, я ж весила, 42 я весила, 45-46, сейчас я вижу 56. Понятное дело, что я стала больше везде. Понятно. Вообще, грудь, что-то, Аня, я не вижу. Грудь или нельзя, третий, чего? Сейчас я вижу 56-55, наверное. Ну, вот это пугает, что грудь-то сейчас тоже начнёт. Больше быть или меньше? Ну, она сейчас, она стала больше, но она меньше начнёт. Значит, ты скоро будешь кормить там, беда, всё село сочинское грудью. Когда денег не будет. Лиза. Чем, блин? А? Чем я буду кормить? Грудь. Третий. Так, что пишут? Чё-то тайские таблетки. Тайские таблетки Лида для похудения. Ссылка шапки профиля. У меня. Заходите, переходите, похудеете. Кстати, у меня этот... Нет, у него таблетки, кстати, нормальные. Те таблетки, ну, от них и... Крыши немножко ехали. Могу остановиться. Да, я просто, как бы, вообще, иногда думала, что когда ложилась спать, вот и ложусь с дочкой спать, и думаю, сейчас всё. Не отъеду ли я. Поэтому, ребята, ссылка в шапке профиля. Заходите и худейте. Скрытая реклама. Скрытая реклама. Петя Лида. Слушай, ну, молодец. Молодец. Короче, лесок. Едем в Европу, да? На Ибицу едем. Куда? На Ибицу едем. Да, ну, мы поедем на ту половину острова, где не тусовка. Ну, ладно, съездим по разу на тусовке. Ну, там... Тебе же пить нельзя. Что значит, мне нельзя? Конечно, всё убери, чё-то всё. Существуешь спросить? А? Губную помаду отдавать, теперь она или красится? Да. Что значит, мне пить нельзя? Кто мне запрещает? Я уже взрослый парень. Я маме просто говорить не буду. Кто тебя запрещает? Я сам говорю, что у тебя крышей. Нет, мама, я тебе клянусь, я до сих пор, что... Только не кури, не пей, там нигде ничего. Я говорю, Майя, я таким не занимаюсь. Вот всё, что я... Прикинь, до сих пор... А? Я только по твоим рассказам сужу. Да, мы помним, один раз с тобой накидались, это ж вообще было жесть. Ты меня поцеловал? Я тебя поцеловал? Ты меня поцеловал? Ты даже не помнишь этого. В карауне подошёл и хотел меня поцеловать. Да не целовал я тебя. Ты меня поцеловал в губы, ещё язык свой хотел засунуть, что ты рассказываешь? Ой, ты вообще, что такое говоришь? Я никогда не вручила. Это может быть не я был? Ты тоже пьяна была тогда. Нет, это не я был. В смысле, не ты, я помню это. В смысле, это точно не я, я такого к ней делал. Мы с тобой дружим. Варь, когда ты не хотел со мной просто дружить, уж признаю. Помнишь вот это видео, когда не было, не было? Да не, было разок. Нет, не было. Видела это? Подожди, только не спрашивай. Я тебе сейчас покажу, ты охренеть. Будешь рожать. Да, у Вани красивая мама, она водолей, как я. Очень добрая. Да, водолей, как ты. Где мой телефон? Давай на планшете включу, ладно. Готовы? Да, мы все ждём видео. Сейчас. Почему Ваня лежит, болеет? Ирочка, Ваня это, только проснулся. Я болею? Вот. Ваня, ты её понимаешь, он не меня палит, это я говорю, что Ваня ко мне целовал вообще-то, а он отмазывается. Никогда мне за 11 лет не изменяло ни разу? Нет. Да? Да. Вот они цирки устраивают, просто наберут людей, за деньги такое устраивают, ужас. Лучше, слушай. Я был один раз. То есть, в принципе, вы можете быть отцомован или нет? Нет. Почему? По срокам не сутады? А посмотрите, по этому самому, у меня после... Сейчас будет, Лиза, ждите. Друг Виталия. Да. И при этом вы спали с его женой. Один раз было. Не было! Это вранёй не было! Не было! Не забыл. Всем быть добрее. Ну что ты, капай на Касинске. Опять? Иди сюда, лошадь! Чё ты, а? Иди сюда! У вас-то было, кстати, сыро или нет? Было, почему не было? Один разок было. Слушай, а вот это такая передача, скажи, там собирают таких людей. Блин, вот. Вот они за деньги, видишь, говорят, делают всё. Нет, ну самое жарко. Мы-то с тобой знаем, что это шоу. И это могли заплатить ему бабки. Не-не-не, Лиза, это по-настоящему. Это было разок. Но это было разок. Я не могу, это такое сильное видео. У меня прям хорошее. Да, причём людей берут таких, знаешь, которые, ну... По объявлению берут. Ужас. Ну всё, прощаемся, Лизок. Ну да. Я уже готова, мне голые волосы по сушитам. И я красивая пошла. Ваня, ты хорошо выглядишь, молодец. На тебя прелесть. Единственный мужчина, который был нормальный на доме 2, это Иван Барсиков. Ну реально, кто ещё? Вот кто ещё? Кто, если не мы? Ну кто, если не мы? Ну правда. А кто ещё? Ну кто ещё? Кто ещё не вернулся? На тебя смотрит. Вик, слушай, ну давай какой-нибудь чатик организуем. Может, по-английски будешь там немножко накидывать. Лизку тоже добавь. Ей тоже надо. А ты меня не учишь. Тичи. Мы тебе это разрекламируем. Будешь вести уроки. Брови у тебя. Вискус, а меня. Она очень красивая, понимаешь? У неё натуральная красота. У неё свои губы. Всё своё. Всё своё. Брови свои. Давай не будем отвлекаться. По поводу английского лучше поговорим. Я хочу, ну мало тут парень какой-то увидит. У тебя парень есть? Нет, её вдруг какой-нибудь парень увидит. Ну, может, её парень какой-нибудь увидит. Это хорошо. Я тебе говорю про английский. Давайте в чатик создадим какой-нибудь и будем там шайтаном, амайтаном. Давай, но я уже три месяца не говорила по-английски. Ну и что, тебе не говорили, Пать? Я сама думаю, что я толком ничего не скажу. Ну, я, значит, я чего-нибудь научу тогда толкованному. А меня? Я тебя тоже научу. И тебя научу. А меня чего научишь? Ну давай, я только за. Хорошо. Можно и втроём. Вот это можно и втроём было, Вань. Вика, ты мне... Это по Ваниной теме. Можно и втроём. Он мне рассказывал. Троечок это вообще классная штука. Не знаю. Не делали. Не бывали там. Вика. Видишь, я оказывается скромнее тебя. Ты же на немецком, да, говоришь? На немецком вообще не говорю. А, на английском. Ты английский, да? Да. Как вы преподавать? Как мне тебя есть преподавать? А, тут же второй высший путь. А-а-а. Ну, вы преподавать надо. Ну да. Слушай, вау, красиво. Красивые девушки пускай преподают английский. Вот. Тема бизнес. Вань, бизнес. Чего будем? Поговорим по бизнесу. Тут много красивых девочек. Я наберу их. Давай. Давай английский. А что вы? Тоже делать тему на красоте. Сейчас все так парни, знакомства, преподавцы. Короче, на самом деле, обучающие курсы по поводу английского это еще круче. Наши с тобой курсы. Наши с тобой курсы уже, да, Вань. Да. Просто английскому все хотят научиться, а деньги за это им не жалко платить. А за то, что якобы они чему-то научатся деньги зарабатывать, они слабо в это верят. Ну, поэтому. Согласна. Ну, я люблю брюнеток. Видишь, у меня всегда девчонки рядом со мной брюнетки. Чтобы был контакт. И все красивые, да? Развлекайтесь. Позовете меня как-то. Ой, какой ужас. Ванечка. Все. Все, давай. Текусик. Папа, прощай. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Надо платье надеть и закончить свой образ, да? Давай голос и сделаем. Я не хочу, а у меня этот. Все. Я хочу подержать себя. Так. Ой, я так сижу еще, но не очень симпатично. Мне это маска не нравится. Платье надевать или нет? Голос и суши. А вообще пускай наши останутся, а с Манькина выйдут. Я просто... Это было интересно, что я... Прямо посидишь, не хочешь почитать, поговорить? Я платье пока надену. Ну, почитай. Ты можешь еще погладить себе ручкой, как ты обычно делаешь? Вика секси. Вика очень красивая. Я Вика покажу свою таль. Вика, это танцы, когда делает ручку вот так. А так нельзя. Почитай комент. Таисина, сколько вам лет? Не 20 лет. Инстая есть. Ой, Лиза. Мы познакомились в общей компанией пару месяцев назад. Я не знаю, что говорить. Что-то пишет, спрашиваю тебя. Пишет, что красиво. Спасибо. Конечно, ты очень красивая. Безумно красивая. Я русская. Она русская, а похож на французу, или на итальянку, или с бабку. Пишите, учите английский с красивой девушкой, пишите мне. Что это? Как наш? Исай, спасибо, что ты ждешь. Hello. Лиза как будто из 90-х. Почему не из 90-х? Ой, ну... А, ну... Ты просто назови, посмотри, кто это пишет. Там пишут у нас. Вообще-то. Вот это не в порт. О-о-о-о! Я думаю, я не правила, что ли. Попроси Лизу сохранить эфир. Да. Пожалуйста, зайчик, застегни платье. Мы покажем вам полный лук. Я такая... Я похудела, и платье просто могли не застегивать, да? Да. А, может, иксэс. Кстати, платье у меня иксэс. Я выбрала платье иксэс. Очень красивое. Так. Я не знаю, на другую волосы сушу. Ох. Очень красивое платье. Ну, конечно... Иксэс. Чтобы вы поняли, что я не толстая. Мы идем... Прогуляться. Что, я думаю, может быть, не скидывали его, а... А, я не знаю, с кавуками надевала, да? Да. Она пытается надеть сегодня. А, да. Что-то как-то не очень... Вот волосы сушить надо. Она очень хорошая, милая и, главное, воспитана. Мне очень нравится воспитана девочке. Но она такая же, как я. Я пытаюсь ее немножко приземлить, но она не приземлится. Она, как я, будет до тридцатки вот так ходить. Все хорошие, все хорошие. Все у нее лапочки, все у нее хорошие. Так. Лизок цвет волос поменяю. Спасибо. Я, наверное, как-то разберусь со цветом волос. У меня шикарный цвет. Модель. Можно и ссылку. Да, я Лико сейчас отмечу, вам покажу. У меня как попы особо некуда. Вот такая вот. А, кстати. Девчонки все пишут про мои бедра. Что на фотках почему-то пишут, что тебе сделали. Это мои косточки. Это кость. Мне здесь ничего не делают. Я не знаю даже, к сожалению и к счастью. Большие бедра, это очень красиво. Какой интерес 20-летней девочкой. Ну, я тоже 20 лет как раз общалась с девушками постарше. Мне нравится быть мамочкой. Своим подружкам. Мне кажется, что это не будет сердце. Слушай, да, я боюсь, что это может быть че. Пожалуйста, не делай так. Мне нравится как-то заботиться. Вы видели, когда я уходила из клуба, она стала и такая, говорит, баестрей у всех. Пожалуйста, Лизечка, не уходи, не оставляй меня. Ну, не знаю, мне нравится заботиться о людях. Какое красивое платье, да. Дурча-шоп, сейчас я все выложу, расскажу. Ну, я, наверное, кеды. Вот волосы сушить надо или нет. Вы знаете, есть плюс на отдыхе. На морском можно ходить вот так. Ты хочешь свое платье показать? И расскажи, что мы обе без тренсов. Это да. Мои подписчики знают, что я их не ношу. Так, что за платье? Дурча-шоп. Блок не курит. Я никого не вижу. Зачем мы там блочили? Господи. От них не избавишься. Кстати, в комментариях я там тоже блочила каких-то девчонок. Ой, да ну что вы. По-моему, я просто пиджарная. Не совершенно так эффектно очень. Но они не очень. Обычно от фена я все равно их. Видите, мы пересидели с вами. А я цветовала, сделала корни, кстати, немножко посыклее. Это моя подруга громко сказала. Девочка знакомая. Господи, ну ладно. Такие гадости, конечно, буду. Слава Богу, у меня все... У меня нормальная семья. Такие люди. Дешево как-то. Это мне написала девочка с котиком на аватарке. Извините, пожалуйста. Очень дешево. Вообще. Просто ужас. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Главное, чтобы... Выглядит нехорошо. Я должна была расстроиться в этот момент или в ваших комментариях. Вы только что общались. Что это вы пишете, вы свой вот этот негатив. Ну, в принципе, вы с него состоите. А так как я вся такая... Всех люблю. Такая милая. В моей жизни, наверное, и притягиваются по этому другие люди. И в моей жизни все неплохо. Да. И, конечно же, привели же я топчик. Так, сейчас я это... Что ты читал? Подожди. А, не была зарядка? Мне нужна моя зарядка. Кстати, а у тебя есть телефон? Вика. Вика Джан. Мне нужна будет сейчас моя зарядка. А что ты не поставила до этого? Блин, у меня волосы мокрые, конечно. Идеально, я не придраться. Ну, чтобы... Я бы сейчас хочу объяснить. Когда мне делали операцию... Операция, чтобы понимали. Мне вот только добавляли вот в эти места. Как он сказал, это было всего 300 грамм жира, а он как бы... Нужно минимум килограмм закачивать. Он не прижился. Поэтому у меня все как было, так и осталось. Единственное, что вот здесь он выбрал, а теперь есть переход. Раньше были, помните, с таким весом бока. Так что, девочки, ну, как бы... Вот лишь бы чему придраться. У меня неудачная операция, и все. Ой, Егорчик мой сладенький. Привет. Помаду покажи. Да я потом сделаю уже обзор и все сниму. Потому что этот мега-карандаш, честно, я не знаю, мне его подарила еще давно Мэрия. Эссенс, контур для губ. Это в фильмах? Эссенс, именно. Здесь другая написана, посмотри. Какая-то. Куда гулять идете? Какой рост? У меня рост совсем, что у меня длинные ноги. А ты на кабыках? Маленькую. Не знаю, ну что вы даже думаете, если я в ледя? В одежде? Ну иди посмотри. Нет, плотеночек красивый. Мне она нравится. Здесь как-то такое. Ручка, красивая. У меня не поднимется платье, как вы не думаете. У меня и сзади разрезик. Не дай бог он поднимется. Наряд Вика, покажи наряд. Нет, я убрала. Мы с ним поругались. Он мне говорил месяц или два. Я сразу рассказала потом. Месяц или два. Он мне говорил, что все у меня пройдет, что все будет. И в итоге ничего. Как вам наряд Вики? Вика бы хотела билетарь покрутиться, но она забыла трусики. И мы вообще с ним поем без трусиков. А, боже, что же мы делаем двое? Да, виновен. Слушай, про меня писали с моей лучшей подружкой. Иди, знаешь, фантазия губная. Вау, вау, огонь. Огонь, Вик. Не очень. Ага. А мне нравится. Не слушай. Зеленый красивый цвет. Кстати, у меня есть здесь кто-нибудь из Сочи. Мне нужно купить очень красивое, знаете, такое, комбинация, кружевное, корсет. Что-то у меня такая съемка будет красивая, но у меня ничего надеется. Да, мы с Ваней выходили в эфир, мы разговаривали на политические темы. Я считаю, это не женское дело. Лучше собрать свою энергию во что-то другое. Лучше всего в благотворительность. Да, песочные часы, да. Поэтому я пришла, кстати, мои вот эти бачки тоже набирать. Она будет черная, скоромная. Но она такая будет, скромная. Я на свидание теперь, кстати, хожу в огромных платьях. Ну, только если у нас много человек, могу одеть что-то короткое, так? Если много людей, я не надеваю. Так. А зачем ей? Вика, Вика. У Вики вообще внешность не похожа, да? Она на русскую. Мы будем отличаться. Мне кажется, мне надо что-то подсушить. Ты кожаная хочешь? Ну, попробуй. А у тебя какая обувь? Прилотные кожаные. А, ну да, хорошо будет. Слушайте, да, я сохранила тот эфир, потому что он был ночной как-то, и вообще люди не знают, что это. Я проделала эфир. Многие девчонки, да, смотрите там через час, до конца. Там я показываю игрушку, которую девочке, кто не испытывает оргазм. Там я показываю игрушку, которая вам может помочь. Слушай, такая влажная сегодня сильная, у меня прям кожа жирнится. У меня тоже. Может, это крем? Сима? А-а-а. Это очень крутая пудра. И кто со мной давно знает, что я... Нет, я не курю. Что я вообще никогда не пользовалась пудрами. И это единственная пудра, которая мне подошла, и я от нее в восторге. Так, вы из Сочи. Так, ну, кто-то еще писал. Девочка из Сочи. А что я... А, из Сочи. Вот где можно купить такое белье? Или платье корсетного вида, чтобы оно было, ну, типа белья. Что-то секси мне надо на фотосессию. Но не сильно, я рад. Бля, в Купейском парке была? Слушайте, я вот отсюда, здесь я и везде была. Я купила, кстати, еще новый себе шампунь фиолетовый. Он не так сушит волосы. Вчера я его покажу обязательно. Шварцкопов или Вэлла, я не помню. И сегодня я решила не мыть, потому что он такой... Тоже дает такой синевой. Но он не такой сильный и не так сушит волосы. Вот, обязательно его покажу. Ой. Уж говорю, круто стало. Ничего. Как перестать нервничать. Ой, это мы потом с вами тогда обсудим, ладно? Сейчас. Я не знаю, руки все-таки... Нет, для кеды. Сейчас мы выберем с вами кеды. Кеды. Сейчас я включу свет везде. О, хорошо, шикарно. Почему? Тебе только надо губы накрасить ярко. Так, идет ей? Да, ты что, хорошо, тебе надо губы накрасить. Надо, знаешь, какую помаду поярче. Просто ты другую померил, и просто как-то прям плит. Очень красиво. А мне нравится. Да, ты что, прям секси. Ну, ты же в клуб идешь. Ну, как? Не как бабка? О, да, все пишут. О, да. О, да. О, да. О, да. Так. А мне какие обуть? Вот эти? Будет ничего. Подождите. Так, вот эти будут? Или? Где там моя обувь? Видите, все кедики. О, наверное. Короче, какую-то надо из этих классик. Ну, так. Белая. Сейчас попробую. Не, каблуки не хочу надевать. Зачем каблуки? Ну, да, на каблуках, конечно, фиг мне. Ну, да, белая, ничего. И все каблуки, каблуки. Я не хочу каблуки надевать. Я иду так покушать, и все. Не. Ой, ты там переодеваешься? Да. Ой, прости, я тебя чуть голой показала. Так не очень. Очень, даже очень. Ладно. Все, ребят, будем прощаться. Хотите ли мне просто смотреть на голову? Чем-то. Прости. У меня один раз было в прямом эфире. Я поднимала, поняла халатик. И нечаянно этот халатик подняла, и все увидели кое-что. О, господи, как можно такое с кедами? Сейчас все можно надевать с кедами. Обираться на пилотушке с кедами. Это классическая модель, даже не луис свою одеваю, которые высокие. Каблуки. Все, выйди еще к нам. Еще с прогулки. Да не, с прогулки я не выхожу. О, это тоже классно. Мне кажется, мы можем принять или нет? Ну, пониже опусти эту штучку. Так, сейчас модный приговор. Сейчас, подожди. У меня нормально на каблуках. У меня удобные каблуки. Так, оцениваем. О, секси леди. О, секси леди. О, секси леди. Да, это тоже красиво тебя. Да, очень красиво. Шикарно. Но я боюсь, что тебя украдут. Что братья-армяне не останутся равнодушными. Не, у меня свои не вьются. У меня свои прямые, да, наручные. Нарручные. Нарручные волосы, да. Я говорю, как с кентакцентом начала говорить. Начнушка какая-то? Спасибо. Это мое платье, потому что это начнушка. Кожаная была красивая, да? Слушайте, она молодая, она хочет покороче. Я за. Я за. Все за второе платье, значит, одевай это, а за не против этого. Я обычно так делаю. У нас резко совпадают вкусы. Кто-то все равно говорит про твое зеленое. Думаю. Я хочу прям секс. Она хочет прям секс. Я же говорю, женщина, которая проблема. Зачем нам одеваться скромно? Секса под нет, так все равно не будет. О, да. Господи. Покажись. Да, она очень короткая тебе. Ты можешь развязать эту штучку? Она развязана? Развязана, да. Да, ну вот, она должна быть вот так. Вот так получше, да. Она все равно будет подниматься. Ну да, трусы нужно однозначно. Вы с вами так все поехали за трусами? Все, ребят. Поехали левить за трусами. Смотри, уходит, уходит. Ну что, это нравится? Очень красиво. Тебя очень любят. Не-не, тебе это еще лучше. Мне это больше нравится. Мне кажется, что это лучше, чем у тебя. Да, эта фигура лучше. Надо, что-то тебе, что-то вот надо. Что-то не хватает. Не помню, серии или... Да, надевай. Не хватает, как будто вот... Чего-то не хватает. Кого наполнишь? У меня просто шикарная фигура и ноги какие, а? Какие ноги? Ой, я тебя умоляю. Если и для них я толстая, то что ты хочешь? Кроссовки это вообще... И вообще, ты видела, я женщина с 90-х. Колхоз. Ну, ребят, ну, реально. Я не знаю, где вы это увидели. Может, мне со зрением что-то плохо как бы. Ну, давайте она будет, наверное, лучше на меня послушать. Ну, она в клуб идет, девочки. Мы с ней покушаем, она идет в клуб. Вы как в клуб ходили. Кто-то вот любит одеваться очень скромно, кто-то любит одеваться нескромно. Почему я не хочу одевать на каблуки? Потому что для меня у меня короткое платье. Ладно, все. Вопросики здесь были. Не знаю, завтра, может, выйдут вечные вопросы. Растяжек, похудень, прямой эфир. Как достатность мужчина, большой город. Короче, давайте тогда завтра выйдем. Ну, или я вернусь домой. Хотя нет, столько эфиров и не смогу грызть. Уже не те годы. Господи, а. Вот это, что пришли-то? Девушки, вы такие вещи пишете? Фу, это неправильно. Вы вообще не позиционируетесь как женщина, хорошо? Существо. Женская женщина так не общается. Женщины не говорят. Женщины не сочиняются. Женщины не ищут. Тем более, не говорят гадость другим женщинам. Если вам что-то не нравится, можно помолчать, если кто-то не входит в ваши параметры. Ладно, все, ребятки. Всем хорошего вечера. А то, на чем пришли тут? У меня фильтр полнить не может. Фильтр вообще полнить, в принципе, не может. Все, спасибо всем за приятное времяпровождение, за общение. У меня время 8 часов. Все, мы пошли прогуляемся, покушаем. И я так ненадолго хочу выйти. Пройдемся. Поэтому всем хорошего вечера. Что-то я опять подустала после эфира. Все, ребятки, обнимаю. Пока. Пока, пока, пока. Ну, вопросы наберутся завтра, может. У меня в обед дядя приезжает ко мне. На пляже еще выйду с вами. Покажи, что выберет. Я обязательно сниму ее, себя. Вы все увидите нас. Все, всех обняла. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok